Игромания дает Отвинта. Крупнейший компьютерный игровой журнал страны и мультиплатформенное приложение Видеомания дарят вам легендарную передачу Отвинта, полностью отреставрированную, с полным боекомплектом шуток и обзоров известнейших игр прошлого века. Всего было выпущено 136 эпизодов передачи Отвинта, и вы увидите их все. В каком порядке, известно только нам. Наслаждайтесь! Здравствуйте, дорогие друзья! Я Гомовер, это Бонус, и в эфире субботне-воскресная программа Отвинта. Мы выходим по субботам и воскресеньям потому, что в эти дни нас может посмотреть наибольшее количество телезрителей. Мы называем такие дни критическими. И сейчас, в эту минуту, я уверен, что нас смотрит многомиллионная аудитория. Армада телезрителей прильнула к экранам своих телевизоров, и они ждут не дождутся, когда же мы начнем, не правда ли? Но мы все равно начнем. У вас есть еще 9 минут 20 секунд для того, чтобы присоединиться к тем, кто нас уже смотрит. Отвинта! Первая игра, с которой мы хотим вас сегодня познакомить, научит вас изменять пространство и путешествовать по времени. Она называется «Хрономастер». Примерно это переводится как «Хронический мастер». Наступило ближайшее будущее. Инопланетяне, давно ожидавшие этого события, решили, что пора положить конец бесконечным сказкам об их существовании. Эти сказки их оскорбляли. Поэтому они мобилизовали наиболее агрессивных представителей своей и без того агрессивной расы и ринулись уничтожать Землю. Получив приказ свидетелей не оставлять, они выполняли его дословно. Хотя кроме землян, которых и так следовало уничтожить, свидетелей никаких и не было. Но им было наплевать. Они уничтожали даже мошек и паучков, которые могли оказаться таковыми свидетелями. В итоге на Земле в живых остались только двое – мальчик и его бабушка. Вертикальные родственные связи между ними были утеряны в связи с пропажей родителей. Много видавшая на своем веку бабушка догадалась, что от пришествия инопланетян хорошего не жди и сумела спрятать себя и внука. И вот прошло 50 лет. Бабушка отошла в мир иной без всякого вмешательства инопланетян. А внук вырос до того возраста, в котором была бабушка, когда пришли инопланетяне. Тут начинается, собственно, игра. Хрономастер – это квест, в котором вы играете роль Рене Корде, известного специалиста. Не успел Корде завести себе электронную секретаршу приятной наружности, как ему на пейджер пришло сообщение «Вселенная в опасности». Собственно, в опасности оказалось сразу несколько вселенных, которые в игре называются «карманными». И Рене Корде, то есть вы, должны выяснить, кто и с какой целью выключает эти вселенные. А когда вы его найдете, сволочь в ближайшее отделение милиции. Пусть ему там пропишут. А то взяли моду вселенные выключать. Об игре мы можем сказать только одно. В конце вам нужно будет применить молоток на батарейке. В последнее время создатели компьютерных игр стремятся вплотную приблизиться к киноискусству. Делается это так. Сначала пишется сценарий. Потом снимается полноценный кинофильм. Потом этот кинофильм монтируется в игру. Сегодня у нас в гостях знаменитейший голливудский режиссер и продюсер, который как раз-таки и занимается производством подобных видеоигр. Его зовут господин Доу Джонс. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а с чего все начиналось? Первой игрой, снятой на пленку, был Тетрис. Мы сбрасывали в шахту каскадеров, застывших в разных позах. Понятно. Скажите, пожалуйста, а что самое сложное в производстве таких видеоигр? Реквизит, конечно. Во время съемок игры Asus of the Deep мы потопили почти весь флот США. А на съемках симулятора F-19 разбили 90 самолетов. Должно быть это очень дорогое удовольствие. А ты как думал? Well done. Спасибо большое за интервью. А сейчас мы представляем вашему вниманию одну из подобных видеоигр, которая называется Spycraft. Штаб-квартира ЦРУ Лендгри, штат Вирджиния. При участии Вильяма Колби. Олега Колугина. Спайкрафт. Спайкрафт относится к классу шпионских игр. Это нечто среднее между классическим квестом и ролевыми играми. Вы будете играть роль офицера ЦРУ по фамилии Торн. Вас вызывает в Лендгри и сообщает, что некий террорист замыслил убить американского президента во время его визита в Москву. В подтверждение своих намерений террорист расправился с одним из российских ультраправых лидеров. Погетте, мау, Чечня. Мы не нужны эти рейсы. Мы русские. Мы русские. Мы русские. Мы создавали Россию. Мы создавали Россию. Ваша задача выследить и вычислить террориста. А заодно и накрыть все преступные организации, с которыми вы повстречаетесь во время расследования. Сначала вы пройдете тренировочный курс на специальной базе ЦРУ, где научитесь стрелять и работать с различной информацией. А потом начнется серьезное дело. Или ты убьешь, или тебя убьют. Если промахнешься, считай, что ты труп, парень. Ознакомиться со Спайкрафтом мы попросили одного из наших экспертов, который в свое время поступал в высшую школу КГБ. Во время игры он выяснил, что требования, которые ЦРУ предъявляет к своим сотрудникам, намного ниже, чем требования, предъявляемые КГБ к своим. Поэтому наш эксперт без труда одолел все препятствия, кроме одного. Неудобно говорить, но во время допроса он насмерть замучил красивую северокорейскую шпионку. Игра очень реалистична. Доиграв в нее, вы еще какое-то время будете проверять на улице, нет ли за вами хвоста, а на вопрос, как вас зовут, будете уклончиво отвечать. Этой информацией я не могу с вами поделиться. Последняя игра нашей сегодняшней программы представляет из себя автосимулятор. Но это не совсем обычный автосимулятор. Дело в том, что гонки, в которых вам предстоит участвовать, происходят в каменном веке. Она называется BC Races. Примерно это переводится как «гонки до Христову эру». Этот автосимулятор является одним из патриархов жанра, поскольку создан он был достаточно давно и успел уже породить множество подражаний. Гонки, как мы уже говорили, происходят в каменном веке, а участвуют в них пещерные люди, пятикантропы, синантропы, австралопитеки, неандертальцы и очень привлекательные неандерталки. Ездят они на примитивных мотоциклах с примитивными же колясками. Персонаж, сидящий в коляске, имеет обыкновение драться с остальными участниками в процессе самой гонки, поэтому вам нужно за ним присматривать. Гонки происходят в очень живописных условиях. Еще не загаженный индустриальными отбросами пейзаж существенно отличается от привычных нам трасс «Формула-1» где-нибудь в Монако. Посреди всего этого благолепия тут и там бегают животные, которые ныне считаются вымышленными. Им там раздолье. Ни одного археолога рядом. И никто не тревожит вопросами о строении костей. В игре представлено 8 гоночных трасс. Древний город, ночное кладбище, пустыня, джунгли, русская зима, катакомбы и, наконец, долина вулканов. Игра сделана с большой любовью и известным юмором. Все персонажи как живые. Так что выбирайте, седлайте древний мотоцикл и вперед, в заре человечества. Ну вот и все на сегодня. Нам пора отъезжать. Гейм, как говорится, оба. В смысле... Гейм, как говорится, оба.